Всем привет! В этом видео мы сделаем очередную сборку компьютера. Для этого мы будем использовать материнскую плату на чипсете B450 от фирмы MSI. Используем будем процессор Ryzen, который купили на AliExpress. Также будем использовать оперативную память DDR4 на 2666 МГц. Данную оперативную память я купил на сайте 1688 оптовый сайт. Блок питания будем использовать от фирмы Deepcool PF550. Покупал его в DNS. Также будем использовать кулер CR1200. Но в случае, если его не хватит, поменяем на другой. Просто у меня сейчас в наличии других нет. Покупал их так же, как и оперативную память на оптовом сайте. И с AliExpress куплен набор кулеров с подсветкой и управлением с пультом. Естественно, сам корпус. Это корпус от фирмы Ginzu. Модель SL190. Все. Покажу подробно, как все установить, как подключить. И видеокарту мы будем использовать RX580. Народная недорогая карта от фирмы Huanaji, купленная тоже на AliExpress. Начнем сборку с установки процессора, оперативной памяти и кулера на материнскую плату. Также зашел в FixPrice. Позволить себе могу купить там батарейки CR2032. Стоит там буквально какие-то копейки. Забыл сказать, что данный процессор Ryzen 5 2600. По данной материнской платье, блоку питания, а также охлаждению, у меня есть короткие видео на канале, можете посмотреть. Комплект на материнской платы. Два SATA провода. Загнушка, причем черного цвета. И как видим, неплохие радиаторы на зоне VRM. Здесь неплохие аудиоконденсаторы стоят. Плата полноформатная, формат ATX. И как видите, усиленный разъем под видеокарту. Четыре слота под DDR4. Восьми пиновое доппитание для процессора. И большое количество у нас для вентиляторов разъемов. Видите, крепление очень простое. Подаем четыре. Под вот эти защелки. Закрепится одним движением. Начнем с установки процессора. В сторону отгибаем рычажок, поднимаем его. Берем наш процессор и нам необходимо совместить метку. Как видите, вот этот желтый треугольник и вот такой вот значок на самом разъеме материнской платы. Устанавливаем. И обычно еще чуть-чуть вот так шатаю его. И аккуратно защелкиваем. Все. Термопасту временно буду использовать фирмы Steel, потому что моя термопаста GD900 еще не пришла. Тонким слоем намазываем термопасту. Вот наш кулер. Как видим, вот он крепеж. Здесь ничего сложного нет. Размещаем наш вентилятор так, чтобы воздух выходил в заднюю сторону нашего системного блока. То есть вентилятор ставим в сторону оперативной памяти. Цепляем одно ухо. Аккуратно ставим, прижимаем и натягиваем второе. Все. Вся установка. На материнской плате находите четырехпиновый разъем КПУ-фан и подключаете. Как видите, сам разъем трехпиновый. Это не мешает его подключить. Как-то по-другому его не подключите. Там есть направляющие. Провод оказался длинный. Я его вот так вот стяжкой в пучок собрал. Аккуратно под радиатор спрячу. И чтобы он тут у меня, его не было видно. Старайтесь сразу тоже укладывать кабеля и провода, чтобы они вам не мешали. И смотрелось это эстетично. Сейчас установлю память. Покупал ее на, как говорим, на сайте 1688 фирмы Zenfast, китайский бренд. Что-то рублей, наверное, 700 или 800 за планку. Сейчас точно уже не помню. То есть вся память обошлась мне, наверное, тысячи две с половиной. Оперативную память вставляем чипами в сторону вентилятора. Как видим, вот там у нас, видите, должен сойтись ключ. И защелкиваете. Ну все, когда процессор память вставили, можно устанавливать в корпус. Для начала в корпус я установлю блок питания. В комплекте с блоком питания шли 4 стяжки и болты крепежные. Данный блок питания на 600 ватт. Особенность, первый раз взял, довольно мягкие провода. Мне больше нравится, когда черные провода будут подключаться к материнке, потому что в недорогих блоках питания часто идут разноцветные. Купился новую отвертку. Назу наконец-то с магнитным наконечником. Смотрите. Небольшой нюанс перед сборкой и установкой материнской платы. Желательно проложьте сразу до питания на процессор. Почему? Потому что иногда вы ставите материнскую плату, она может перекрыть вам вот этот разъем и вы потом просто не пропихнете его. Лучше сразу позаботиться, пропихнуть его сюда и потом уже устанавливать материнку. Я один раз материнку поставил, этого отверстия было частично перекрыто. Разъем не входил уже сюда, то есть было сложно это все проложить. Убираем все лесные провода в сторону. Смотрим на наши стойки. Берем нашу материнскую плату и смотрим 9 стоек. Как видим, у нас здесь их всего 6. Необходимо будет добавить. С корпусом идет комплект болтов, где имеются эти недостающие стойки. Как видим, у нас совпали все стойки с нашими отверстиями. Не хватает только вот 1, 2 и 3. Бывает такое, что стойки на корпусе могут вообще не совпадать с отверстием и упираться с той стороны платы. Их обязательно надо выкрутить, иначе они замкнут вам ее. У меня были дополнительные еще стойки, и надо еще одну добавить. Но если у вас их нет, а в комплекте всего два, поставьте один сверху, другой снизу. Если одного хватать не будет, ничего страшного. Если одного хватать не будет, ничего страшного. Вот о чем я говорил. Видите, если установим материнскую плату, мы потом бы этот разъем бы не просунули. Совсем забыл сказать, перед установкой материнской платы поставьте сначала вот эту заглушку. Как-то так будет проходить провод. Не совсем хорошо. Может быть даже пропущу его с этой стороны. Пружинистые железки. Вам необходимо будет материнку чуть поддавить, чтобы у вас сошлись отверстия. Для крепления материнской платы используйте вот такие болтики с мелкой резьбой и пресс-шайбой. Потому что болты крутим аккуратно, чтобы отвертка не соскочила. Больше повторяться не буду. В одном из комментариев сказали, что уже надоело. Криво ставил заглушку. Пришлось снимать материнскую плату. Сейчас буду ставить заново. Следующее, что необходимо подключить, это 24-пиновое питание на материнскую плату. USB 2.0, USB 3.0. Непосредственно сами кнопки подключить, которые на передней панели. А также, если будете подключать жесткий диск, возможно, SATA. Я буду подключать N2 NVMe вот к этому разъему. Чтобы провода нам не портили внешний вид, сначала пропихнем их сюда. Сначала их проложу с задней стороны, потом мы проведем с той стороны нашего корпуса и выведем через это отверстие. Вот наши четыре провода проложены. USB 3.0, USB 2.0, аудио и кнопки подключения и индикации. Берем наш мануал для материнской платы. Смотрим распиновку подключения. Вот он наш разъем. 4 сверху и 5 снизу. Смотрим, что где написано и подключаем также. Начнем с нижнего ряда, с первого. LED HDD плюс LED HDD минус. Вот наш этот провод LED плюс LED минус. плюсовой будет ближе к краю. То есть, разворачиваем его и вставляем. Чуть-чуть покачиваем и он прекрасно входит. Вставили. Следующим ставим Reset Switch. Это кнопка перезагрузки. Вот она. Тут нет ни плюсы, ни минусы. Можете вставлять как вам удобно. Готово. Следующая. Повар LED плюс, повар LED минус. Плюс опять ближе к краю, к левому. Они, как правило, идут вот такими раздельными контактами. Вот он, плюсовой. Вот наш минусовой. И остался Power Switch. Смотрим, у него тоже нет распиновки плюсы и минусы. Можно вставлять как вам удобно. Все. Готово. Теперь подключаем USB 3.0. Его необходимо подключить вот к этому жирному разъему. Его не перепутайте. Видите, здесь есть направляющая. Совмещаете и втыкаете. Он довольно жесткий. Аудио. Платно находится в левой стороне. Вот в этом углу. Перепутать ее не сможете, потому что, как видите, нет верхнего пина. И по-другому вы его не вставите. Разъем аудио подключили. И остался разъем USB. Как видим, их два. USB 1 и USB 2. В какой втыкает, выбирайте, где вам удобнее. Аккуратно вставили. И вставляете до конца. Берете разъем 24 пина. Предварительно распутывайте его из оставшихся проводов, чтобы потом было все удобнее уложить. Прокладывайте там, где вам его удобно. Вот все. Подключили 24 пина. Теперь нам осталось подключить наши вентиляторы. И еще установить жесткий диск. Для кулеров все очень просто. Снимаете переднюю панель. На данном корпусе просто отщелкиваете. Вставляете сначала нижний вентилятор. Фиксируете на болты. Потом устанавливаем. Также устанавливаем четвертый вентилятор на задней стенке. Где устанавливать? Если корпус вам позволяет установить задние части, ставите заднюю. Можете даже здесь разместить. Все в зависимости от вашего корпуса. Я пока временно подключу для проверки, а потом уже переставлю в то место, где мне удобнее. А вот этот разъем SATA подключим к блоку питания разъему SATA. Вот так он выглядит. То есть два эти разъема между собой соединяем. Так как на этом блоке у нас есть управление, я пока временно размещу его внутри корпуса. К разъемам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 подключаем наши вентиляторы. И подключаем нашу подсветку с разъемом SATA. Берем нашу видеокарту и вставляем в разъем. Берем вот такой разъем с нашего блока питания. Берем док питания для нашей видеокарты. Берем док питания для нашей видеокарты. Снимаем лишний контакт, чтобы у нас получилось 6 пин. Вставляем. Потом все провода аккуратно уложим. Сейчас необходимо проверить работу компьютера. Я буду использовать. Здесь все просто. Берете вашего SATA, под наклоном вставляете и фиксируете болтом. Все провода от кулеров я потом все аккуратно подвяжу, уложу. Сейчас необходимо запустить и посмотреть, как он работает. Подключаем HDMI к видеокарте и подключаем наш компьютер. Подключаем сразу клавиатуру, чтобы выйти в BIOS. Компьютер. Произошел 2-3 старта. Видите? Включается и отключается у нас кулер процессора. Перезапускаться кулер у нас перестал. Сейчас включим монитор и еще раз перезагрузим. Ну вот, как видите, у нас запустился BIOS. Теперь необходимо установить Windows. Либо переставьте свой жесткий диск с Windows. И как видите, все, сборка у нас готова. Осталось перебрать вот этот бардак. Честно, пока не разобрался, для чего вот эти провода, которые шли в комплект с RGB подсветкой. Если не ошибаюсь, эти провода для подключения к материнской плате. Для того, чтобы у нас была возможность управления с помощью программного обеспечения нашими кулерами. А так, с помощью пульта, мы можем его включить подсветку, выключить. Могу сказать, что та подсветка, которую я брал, она светила менее насыщенно. Здесь цвета более яркие, насыщенные. Пульт более качественный. Вот, можем включить красный свет, зеленый, синий. Включать он множество режимов и так далее. Давайте попробуем сейчас загрузиться в Windows. Для того, чтобы сейчас с биосе поработать, необходимо подключить мышку. Ну, конечно, не такую. Но ради интереса, будет ли она работать. Не все помнят и не знают, что это за мышка и зачем у них шарик. Давайте посмотрим, что можем здесь посмотреть. Память у нас 4 планки по 4 Гига. КПУ 3,4 Гигагерца. Частота памяти 266. Температура процессора 32. Материнская плата 29. Райзен 5 2600. Если перейдем в режим Hardware Monitor, тут у нас есть даже график по оборотам. То есть, очень интересный и биос. С таким еще не сталкивался. Суперудобный, но довольно интересный и, в принципе, индуитивно понятный. Вот, смотрите, пошла загрузка. MCI. Но долго загружалось. Идет восстановление винды. Почему-то, когда Windows установишь на новый SSD, потом вставляешь новый компьютер в совсем другой конфигурации, у нас начинаются проблемы с работой винды. Ее, как правило, надо переустанавливать заново. Ну, в принципе, сейчас Windows не загрузится. Как установить Windows я многократно показывал у себя на канале. Можете посмотреть. Даже там какие проблемы, решения, нюансы. Нет, как видите, Windows загрузился. То есть, все, сборка у нас готова. Но это ушло примерно где-то часа полтора. И сейчас, наверное, час провожусь, если не больше, с укладкой и проводов, чтобы все лежало аккуратно, ничего не зацеплялось. И, конечно, не зацепляю. И, конечно, я не зацепляю. Продолжение следует... Привет! Это очередное видео, как установить Windows на нашу сборку. Как видите, сборку собрал, в нее установил M.2 NVMe, диск SSD. Сейчас необходимо установить Windows. Берем флешку с Windows, вставляем в компьютер и делаем перезагрузку. Как видите, основное окно загрузки Windows. Нажимаете Далее, Установить. Здесь нажимаете, у меня нет плеча продукта. Выбираете 10 Pro, нажимаете Далее. Перенимаете, ставите галочку, нажимаете Далее. Выборочная установка. Здесь необходимо выбрать диск. У нас он тут один, так что... Вот он на 1 ТБ. Нажимаете Далее. Нам не удалось создать новый или существующий раздел. Такое может быть с теми дисками, которые вы новые ставите. Для этого вам надо его форматировать. Нажимаете Далее. Если у вас данная ситуация повторяется, вам необходимо сделать кое-какие действия. В момент установки вы можете встретиться вот с такой проблемой. То есть мы не можем продолжить установку. Нам необходимо переформатировать наш диск. Учтите, при переформатировании все данные удалятся. Для того, чтобы это сделать, вот можете заскринить, надо внести всего лишь 7 команд. Первая команда Shift-F10. Мы попадаем вот в такое окно. Вторая команда. Надо набрать диск Part. Нажимаете Enter. Второе. Вам надо набрать лист диск, список дисков. В принципе, команды очень понятные. Нажимаете Enter. У нас выдало, что есть диск 0 и диск 1. Вот он наш, диск 0 ТБ. Его необходимо выбрать. Выбираем Select. Упанавливать Windows. В моем случае это диск 0. Пробел 0. Нажимаю Enter. Выбран диск 0. Теперь необходимо его очистить. Команда Clean. Очистка. Очистка диска выполнена успешно. Следующее. Необходима уже команда переформатирования. Учтите, если вы делаете все эти процедуры, у вас удалятся все данные. Так что, перед тем, как это делать, обязательно сохраните все необходимое через другой компьютер. Набираете Convert GPT. То есть, конвертируем в формат GPT. Нажимаем Enter. Все. Выбранный диск отформатирован. Последняя команда Exit. Enter. И работа завершена. Закрываем. Теперь необходимо обновить. И вот, все видите. У нас диск переформатирован. Теперь нажимаем Далее. И у нас установка идет, как обычно. Сейчас будет перезагрузка компьютера. Компьютер перезагрузился. И теперь у нас установка продолжается. Сейчас происходит выбор языка. Выбираете регион. Нажимаете Да. Раскладка. Нажимаете Да. Добавить другую раскладку. Пропустить. И вот у меня возникла вот такая ошибка. Сейчас, думаю, наверное, перезагрузится. И установка пойдет заново. Вот, смотрите. Установка Windows продолжается. Повторяем все то, что делали ранее. Нажимаем Далее. Далее. Пропустить. И вот происходит установка важных элементов. Если это сейчас продолжится, такая ошибка, я, наверное, от интернета его отключу. Потому что, возможно, при установке каких-то обновлений он ошибку ловит. Ну, а как видите, установка продолжается. Спасибо за ваше терпение. Отлично. Эта часть уже установлена. Этот раз что-то минус долго ставится. Ну вот, теперь дошли. Делаем настрой для личного использования. Нажимаем Далее. Здесь у нас надо добавление учетной записи. Я ее не буду добавлять. Автономная учетная запись. Здесь делаем ограниченные возможности. Имя пишем обязательно на английском. Нажимаем Далее. Пароль. Я ничего не делаю, просто Далее жму. Его можно забыть и потом не войдете в компьютер. Для этого устройства. Местоположение я отключаю. Поиск устройства отключаю. Диагностические данные тоже. Индивидуальные возможности. Индификатор рекламы. Рукописный вот и вот с клавиатуры. Оставлю. Принять. Здесь пропустить. Можете поставить настройки, если часто играете. Можете поставить игры или еще что-то. Я думаю, это не обязательно. Все, пошла перезагрузка. У нас приветствие. Все, практически Windows установлен. Выполняется подготовка. Мы обо всем позаботились. Почти подготовка. Мы обо всем позаботились. Почти готово. Все, сейчас необходимо установить драйвера и активировать Windows. Первое, что не хватает нам, это мой компьютер. Ярлочка. Персонализация. Как видите, установка драйверов сейчас произошла автоматически. Переходим в раздел темы. Параметры значков рабочего стола. Галочку ставить и компьютер. Применить. Ок. Этот компьютер. Хотя раньше был мой компьютер. Мне кажется, так привычный. Теперь нам необходимо активировать Windows. Как это сделать? Можно вот у меня есть видео на канале. Со всеми этими командами. Нажимаете на ссылочку. Здесь, как видите, есть по активации Windows 10. Вот они, эти пароли. Тут написано. Набирайте CMD. Здесь берете вот эту команду. Набирайте CMD. Правая клавиша мыши. Запуск от имени от него. Здесь нажимаете Ctrl-V. Вставить пробел. Копируйте наш пароль. Копировать. Вставить. Интер. Ключ успешно установлен. Второе. Берете команду номер 2. Копируйте. Ctrl-V. Вставляете. Нажимаете Enter. И берете третью команду. Копируете. Вставляете. Enter. Сообщение у вас появится буквально секунд через 20-30. Чуть-чуть с задержкой. Так что не удивляйтесь. Вот. Активация Windows произошла. Все. Теперь Windows у вас активирован. Драйвера установились. Все, что необходимо. Ставите необходимые программы. И можете пользоваться компьютером.